Если не пионерам, то одним из первых регионов, кто стал это очень активно применять. Я считаю, что это хорошая технология. Струйно-инъекционный метод, попросту говоря, метод пневмонабрызга, позволяет без некоторых операций, разрубки и так далее, запаивать вот эти ямки. Так выглядит дорога после пневмонабрызга. Инновационный метод уже высмеяли в интернете. Но на новую технологию жалуются не только в пространстве виртуальном. Сколы на автомобиле за последние 2-3 недели. В этой части, в этой части, в этой. Сколы на авто – это, конечно, неприятно. Но Арсений рассказал, что из-за щебенки на дорогах бывали и более опасные случаи. Увидел пешехода, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. В самый последний момент был молодой мальчишка. Я практически успел остановиться, с помощью чего? Потому что отработали антиблокировочные системы тормозов. Машина остановилась, но если бы этой системы не было, я бы просто сбил пешехода и не знаю, чем бы это закончилось. Оказалось, что проблемы автомобилистов и обладателей двухколесной техники иногда все же схожи. От летящих камней страдают все участники дорожного движения. Вот они, сколы от камушек. Клопнуты фары, пластики я красил. Каждый мотолюбитель находит на своем железном коне последствия дорожного ремонта. Некоторые даже успели байки восстановить. Кстати, покраска встала в копеечку. Но не о деньгах переживают оренбургские мотолюбители, а о собственной безопасности. Когда мотоцикл опрокидывался на левую сторону, я увидел свое заднее колесо. Оно у меня было почти наравне с передней. То есть, как я удержал, я не знаю. Наверное, бог отвел. Буквально на 20 км в час захожу в поворот. То есть, ну, приходится мотоцикл как-то наклонять. И все равно его очень сильно несет. Зад заносит. Очень плохо мотоцикл себя бьет, не слушается. Специалисты нам рассказали, что сам по себе метод пневмонабросга не новый. Слой щебенки на дороге после ремонта – это главная проблема этой технологии. И решается она очень просто. Эту технологию в Европе применяют уже давно. Но у нас в России она применяется недавно и считается как инновацией. Ну, а дорожникам можно посоветовать то, чтобы после ремонта подметали уборочной техникой участок, на котором производился ремонт. Пострадавшие от такого инновационного метода тоже видят выход из ситуации. Предупреждать о ремонтных работах. Например, устанавливать дорожные знаки. Если был бы знак, я бы не упал. И у меня бы не пострадала экипировка, не пострадал бы мотоцикл. Анастасия Матвеева, Виктор Яковлев, Семен Воробьев. Новости дня.